Здравствуйте! Я Юлия Каменева. А я Андрей Леонтьев. Женевское мотор-шоу долгое время называли ярмаркой тщеславия. Ведь сюда производители старались привезти все самое сладкое. Показать сливки. Но есть автомобили, на которых мы ездим. Да, увы, и это совсем не те машины, о которых мы мечтаем. И именно сегодня те автомобили, которые мы вынуждены выбирать, и станут объектом нашего внимания. Мировые европейские премьеры 83-го Женевского автосалона мы увидели своими глазами. Главная фишка Ситрайновцев на Женевском мотор-шоу – мировая премьера модели С3. На самом деле речь идет о не очень глубоком фейслифте. Подретушированный передок с новой оптикой. Новая гамма-двигатель, которая способна экономить на 25% топлива больше при в среднем 15% большей отдаче в лошадиных силах. Но кроме того, такие приятные мелочи, как, скажем, камера заднего вида на приборной панели, еще более эффективная, огромная полупанорамная лобовая стеклая зенит, эффективная с точки зрения защиты от ультрафиолетовых лучей. Но российским покупателям обновленные версии автомобиля, который с момента своего появления в 2001 году разошелся тиражом более трех миллионов экземпляров, будет недоступно. Французы уже начали понимать, что в России хэтчбеки становятся все популярнее. И эта машина способна отобрать часть клиентуры у Citroen C4 с кузовом седан. И этот, говоря маркетинговым языком, внутренний каннибализм может серьезно потрепать, покусать только зарождающийся и набирающий силы российский проект. А кому это надо? В списке компании Volvo сразу четыре новинки. Правда, сколько я не пытался найти разницу между, например, вот этой вот XC60 и той, что выпускалась до 2013-го, не смог. Думаю, может, если хоть фары включат, какой светодиод новый обнаружится. Но на самом деле все самое интересное в этих новинках внутри. И, разумеется, это очередные инновации в области безопасности. Система IntelliSafe – это целый комплекс устройств, которые умеют считывать дорожные знаки и потенциально ограничивать скорость движения. Это устройства, останавливающие автомобиль принудительно, без участия водителя, если пешеход появляется на дороге. Система, которая вообще определяет пешеходов на тротуарах и в зоне дорожного полотна. А еще автомобили Volvo умеют сами переключать дальний свет на ближний, либо останавливаться без участия человека, если вдруг водитель зазевался, если впереди кто-то резко тормознул. Но этим сегодня никого не удивишь. Многие из этих систем ввели именно вольвовцы. Но сегодня их можно встретить у многих премиальных производителей. Но шведы добавили к этому еще одну примочку. Теперь автомобиль способен предотвратить очень распространенную аварию. Вы выезжаете задним ходом из перпендикулярно к тротуару припаркованных автомобилей, и вам въезжает в заднее правое крыло машина, которая едет по улице. Вот от такой беды теперь шведские машины тоже спасают. А еще теперь владельцы Volvo могут общаться со своими автомобилями по телефону, в прямом смысле слова. Ну, например, забыли вы, где припарковались. Раз, набрали номер, и машинка вам высвечивает на дисплее телефона карту с точным местом парковки. Или вот еще вариант. Можете позвонить и спросить у нее, а сколько топлива осталось в баке, чтобы спланировать заранее свой маршрут. Может, нужно заехать, будет заправиться, заложить на эту пару лишних минут. А еще при помощи того же мобильного телефона можно либо завести, либо заглушить свой автомобиль на расстоянии. А еще, говорят, скоро автомобиль научится узнавать своего владельца и его родных и близких по улыбкам. Мы считаем, что безопасность важна в любой части света. В своих автомобилях мы предлагаем пакет электронной поддержки водителя, который, кстати, мы сделали более конкурентоспособным по цене. Со 130 тысяч рублей мы снизили стоимость до 99 тысяч. И люди готовы платить эту цену за собственную безопасность и за безопасность окружающих. В конце 2014 года мы покажем новый Volvo XC90. Придется немного подождать, но я уверен, что это будет очень интересный автомобиль. Для данной модели российский рынок очень важен. Сегодня Россия находится на втором месте по количеству продаж XC90. У нас в российском представительстве есть менеджер по амологации, который работает в плотной связке с отделом развития в Швеции. И мы всегда соблюдаем все параметры, указанные в российском законодательстве. Поэтому мы в состоянии привносить новые технологии на российский рынок. Если существуют какие-то расхождения, то мы всегда стремимся адаптировать свою продукцию к российским требованиям, чтобы получить сертификацию в России. Нихао, шалом или бутентак. Я не знаю, как здороваться, заходя на стенд новой марки Корос. Дело в том, что Корос – это совместный проект компании Cherry и Israel Corporation, которые открыли в Мюнхене дизайн-студию и пригласили туда бывших инженеров компании Volkswagen и Mini. Вместе они собираются выпускать 150 тысяч автомобилей в год. Что выйдет из этой гремучей смеси – протестируем, увидим. На Женевское мотор-шоу Корос привез уже готовый к серийному производству седан гольф-класса Корос 3. И очень близкие к серии два концепта – универсал Корос 3 Estate Concept и кроссовер Корос 3 Cross Hybrid Concept. Таким образом, с первых месяцев своего существования марка закладывает основу для будущего модельного ряда. Новые модели будут выпускаться на рынок с примерным интервалом в 6 месяцев. Казалось бы, четырехместные полноразмерные кабриолеты остались где-то там в 80-х, 90-х. По нынешним временам большинство автомобилей с открытым верхом, их функциональность тщетно пытается прикрыться, как фиговым листочком, формулой 2 плюс 2. Только в эти плюс 2 не поместит никто. А здесь, смотрите, моя коллега Юна Каменева, длинноногая красавица, совершенно спокойно устроилась за мной взрослым дядькой, ростом 1,81 м. А еще заметим, что новый опелевский кабриолет обладает еще одним редким качеством – мягким верхом, настоящей аристократичной макетчатой крыши, такой нарочитой, неутилитарной. Машина построена на платформе Opel Astra, но имеет собственное имя – Каскада. А вот больше мы вам ничего не скажем, потому что скоро нам предстоит тест этого кабриолета, и вот тогда мы вам его покажем и расскажем все подробности. И внешне и внутренне Киа Просит GT не оставляет сомнений. Перед нами именно заряженный автомобиль, а не ее гражданская версия. Четырехточечные светодиодные ходовые огни, двойные выхлопные трубы, 18-дюймовые легкосплавные диски и красные суппорты. Своенравный дизайн, разработанный под руководством Петера Шрайера, притягивает взгляды. В отличие от большинства конкурентов, Киа Просит GT будет доступен только шестиступенчатой механикой. Время разгона до сотни у подогретого хэтчбэка составляет 7,9 секунды. Это на полсекунды быстрее, чем у родственного Hyundai Veloster Turbo, оснащенный 184-сильной версией того же мотора. Но на 1,3 секунды медленнее, чем у нового 220-сильного Volkswagen Golf GTI. Шкода продолжает говорить с нами новым языком, языком нового корпоративного стиля. В нем был выполнен Рапид, представленный полгода назад. И вот уже мы видим новое лицо Шкоды Октавия. Впрочем, это не только новое лицо, это вообще новая машина, нарисованная из чистого листа. В отличие от Рапида, который построен еще на старой платформе, Октавия покоится на новой модульной. Именно она использована уже в Audi A3, в Seatelion, в Volkswagen Golf. И вот, наконец, к этой компании присоединилась и чешская марка. Но в остальном это уже хорошо знакомая, опробованная, зарекомендовавшая себя на многих рынках, прежде всего развивающихся рынках концепция. Силуэт, внешне похожий на седан, на самом деле превращается в довольно объемистый хэтчбэк. Именно за это и была любима Октавия прошлых поколений. Именно за это будет любима и эта машина. Если мы сложим задние сиденья, мы получим объем, равный минивену, больше 1700 кубических литров. В общем, у нас по биле рассчитаны на людей рачительных, умеющих считать деньги, не выпендривающихся. И именно для них заметим, что цена на новую «Шкоду» Октавия, хотя она еще не объявлена, будет выше, но чуть-чуть выше, чем на машину предыдущей версии. Продажи начнутся ближе к лету. Ну, а все остальные подробности вы можете узнать из программы «Наши тесты». Знаете, у нас долгосрочная стратегия. Мы хотим добиться в 2018 году 1,5 миллиона машин в мире. Это значит, для этого нам нужны рынки, как, например, Китай, Индия, Россия. Россия является сегодня уже третьим самым важным рынком для нас. И потом машины, новые продукты. Это значит, мы хотим идти в новые сегменты, как с «Рапидом», например. А мы готовим сейчас в техническом развитии тоже новые модели, которые появятся в будущем. Внешне «Сивик-вагон» полностью напоминает дизайн хэтчбека, хотя задняя часть, безусловно, оригинальная. В России автомобили в кузове «Универсал» часто называют сараями. Так вот, к такому автомобилю подобные определения категорически не подходят. Его облик получился достаточно агрессивным, благодаря неспадающей крыше, необычному остеклению и широким колесным дискам. Несмотря на то, что это пока концепт, перспективы производства «Универсал» имеет более чем явные. Уже известно, что он позаимствовал гамму силовых агрегатов у хэтчбека, включая дизельные двигатели, особенно актуальные в Европе, под которую и будет заточена новинка. Более подробных технических деталей в компании пока не сообщают, но известно, что «Сивик-вагон» дебютирует в начале 2014 года. Главный его конкурент находится на стенде «Тойота». Это «Аурис Туринг Спортс». Однако багажник у этой модели несколько больше, чем у конкурента, а это может повлиять на выбор человека, который собрался покупать автомобиль в кузове «Универсал». Кроме того, производство нового «Аурис Туринг Спортс» начнется на заводе «Тойота» в Великобритании. Начало продаж первых «Универсалов» в Европе намечено на июль 2013 года. Наряду с обычными бензиновыми и дизельными двигателями «Аурис Туринг Спортс» будет предлагаться и в гибридной версии. В ней в качестве силового агрегата выступит бензиновый двигатель 1,8 литра и электромотор. Мощность автомобиля в такой версии составит 134 лошадиных силы. Гибридный «Универсал» обещает разгон до сотни за 10,9 секунды, но при этом уровень содержания СО2 в выхлопных газах у него примерно в полтора раза ниже, чем у версии с традиционными бензиновыми моторами. Также «Аурис Туринг Спортс» будет предлагаться двумя бензиновыми двигателями объемом 1,3 и 1,6 литра и дизельными моторами объемом 1,4 и 2 литра. Смотрите в следующей программе своими глазами. Последние технические тенденции от ведущих мировых автопроизводителей, которые были представлены на Женевском автосалоне. Мы постарались осветить самые знаковые, о которых расскажем вам в ближайшей программе. Субтитры создавал DimaTorzok